Дорогие друзья! Капрана забивает. Нет, это Корнеенс. Конечно же был Корнеенс. Вальчук не заставляет никаких проблем подачи Дмитрия Волкова. И классная комбинация. Обратите внимание, сразу же Казанцеву такую домашнюю заготовочку показывает. Но, к сожалению, у Волкова было нападение на стойчество. Ошибка здесь в передаче от Вишникова. Спасут для этого мяч Казанцы. Спасут. И спасут его еще раз после атаки Михайлова. У Волкова. Волков забьет. Нет, не забьет. Там спасают мяч игроки Факела. Классный розыгрыш у нас. Вот фри-пол есть. И Волков здесь уже на чистой сетке практически не забивает. Еще одна попытка на этот раз Алексей Коннов. Отбивается Капранов. И все-таки Волков своего добился. Все-таки Дмитрий Волков этот мяч забивает. Но давайте поаплодируем. Действительно, двум командам сразу так вот с третьего розыгрыша без раскачки. Первый матч с подачей, наверное, не все здорово. Потом чуть попроще. Но вот сейчас не рискует таким накатом. Пытался Сэм Адеру врасплох заставить. Но здесь Алексей Коннов. Волкова в приеме находят Михаилов. Михаилов очень надежен. Максимально надежен. Посредние диагонали. Но это в том числе игра и казанцев. Не заставлять ошибаться соперника. И не прощать себе игру. Но здесь Капранов здорово. Потому что 18-летний Капран отправляется подавать. Федоров надежен. Так же, как и Волков. Оставляет ему, кстати, я заметил раз за раз в линию. А Дима-то в линию играть гораздо. Артем Вольничек. Сейчас с вами увидим. Ну вот и Динейкин. Классно. Вот так провел. Быстрая передача. Емпол придумал. Они пока не работают. И какая хитрая подача от Волкова. И, по-моему, не попадает Динейкин. Не попадает. Нет, все-таки попал. По линии очень здорово. Эпизоды посмотреть. Какую-то паузу. Найти себе. Корней Энс показывает всем видом, что касание было. Нам здесь трудно, что ли, понять. Михайлову поднимают за него с этим в порядке. Закрывают. Вольвича Ковальчук. Один в один. Вот и выбитый прием у Казанцев. Хайлов будет решать скидка. Да, она не на месте. Ранов на тройном блоке. Ранов скидку Ковальчука читает. Волков здесь придумал творческое решение. Какой розыгрыш мы смотрим. Капранов все-таки забивает в стиле Дмитрия Волкова. Упал обязательно. Для пущего такого драматизма этого момента. Есть контакт, так сказать, с Полом именно. Интересная передача от Вышникова. Тоже такое творческое решение. Нестандартное. Игровка. Тайлов. Лучшая передача от Крисенсена. Заченные руки Романовского достают этот мяч. Счаот. После рикошета и атаки Максима Михайлова. Были повержены в ступор игроки Факева задней линии. Сделение подачи. Клодрав страхует своего коллегу. Но вот Михаиловка страховать уже не успел. Классный блок. Но здесь как-то по указанию сразу все сначала не пошло. Клодрав. Классное спасение. А вот куда Крисенсена отправляет мяч? Никуда. Смотрим за атакой Факела. Ах, Федорову здесь сантиметров 5-6 роста не хватило. Подача усит. Действительно помогает. Флагер любит и прием. Михаил в крайном блоке скидка не получается. По всей видимости, да. И вот видите, как Мороз вышел, помог. Вот все он так в успокоении себя. Посмотрите, снова классная подача. И нет атаки никакой. Федоров оставляет мяч в игре. По всей видимости, нужно, казалось, продолжать. А может быть, здесь заряд энергии какой-то дадут болельщики. Но, к сожалению, это не получается. А что? А вдруг? А может быть, действительно что-то экстраординарное сейчас случится? Классная подача Волкова. Нейкен получает блок. И аккурат мяч приземляется. Глубоко-глубоко в площадку. Почти под самую линию. Тем самым, показывая всем здесь в центре волейбола, что первый сет выигрывают казанцы. И ведут в этом втором матче полуфинальной серии 1-0 25-20. Казанцы снова сильнее. В целом, у казанцев достаточно неплохие цифры относительно немного ошибок. Вот Михайлов. Один из них плюс 4 было у него. Скидка от Михайлова. И, если попадает в этот мяч, будет еще одна атака. Мэнс, скидка на месте. Там такая передача наклонного. Там еще Волков на себя большое внимание отвлекал. Добрался до своей подачи с передней линии. Деру, Деру на Деру. На этот раз все здорово закончилось для Сэм Деру. Михайлов. Погаица, кстати, мы не видели. С одной и с другой стороны. Да, были близки несколько раз. Но вот для того, чтобы прямо засчитать его. Садистиками пока не видно. Волков на месте. Немножко передача. Ах, немножко загло это получилось. Но Максу так даже удобнее, так приятнее. Волков надежен. В игре. И Деру все-таки его выигрывает. Фантастика. Но вот как казанцы могут до конца играть эпизоду. Уже казалось, что, ну, Волков ошибся. Все. И нет таких вариантов. И так, чтобы его выход кардинальным образом что-то на площадке изменил. Но вот сейчас Коправки с его передачи забивает. Он последний ход, если отказать. Конечно же, Вольвич, по-моему, попадает. Да, попадает в линию. Курьезный момент. Да, конечно. Похоже было, но Вольвич только с одной оговоркой. Что задел. Этот мяч не сыграл в защите здесь. И сам же на себя обижается. Кристенс он заряжает. Ушка у него в руках. Ай-яй-яй, это на самом деле. И неужели этот мяч тоже спасут? Но, к сожалению, нет. Здесь уже такие мячи спасали сегодня от казанцев. Взгляд, находятся аргументы для того, чтобы несколько очков подряд набрать. У франчера какая-то передача. Кристенс на одной рукой. Ведь был готов к этому Алексей Кондак. Понимал, что будет он спасать этот мяч. Чем может Кристенс он такие мячи отдавать и спасать. Провинился очень сильным. Сразу Калапинцев в этот мяч отправляет. Тот на тройном блоке. Михайлов. Михайлов надежнее в этой ситуации действует. Но вот так решает Майка Кристенсен. И сам себя благодарит за то, что он правильное решение сделал. Потихонечку, помаленечку. Еще одна сильнейшая подача. Выбит и прием почти, и потолка не кинет. Федоров справляется, оставляет в игре. А здесь не попадает Илья Федоров. А вот рисковал он, интересно, в этом эпизоде или нет. Но я думаю, никто и камня в огород Илья Федорова здесь не кинет. Как удивить всех. Сватывают его слухи на следующий сезон. Уфимский Урал. Но я думаю, это неплохое решение для Андрея. Все-таки 26 лет. Нужно в составе иметь как-то 3-х, а то и 4-х доигровщиков, способных выйти. И уровень игры не уронить. 2014. Тем временем абсолютно каждый сет мы видим что-то подобное. Уолобинский. Вот подача сможет у него. Ой-ой-ой, какая она, если полетит. Но вот сейчас такой средний формат. Но есть блок Дмитрия Волкова. И куда он там смотрит? Куда там? В сторону скамейки Пакел. Егор Клюка, Дмитрий Волков, Иван Яковлев. Низ Бомбтон. Который всегда считался третьим доигровщиком. Он был очень незаменим на Олимпийских играх. Волобинский в защите. Ой-ой-ой. Еще одна классная атака Волкова. Ее проиграть. Федоров. Есть хороший прием такой тяжелой атаки. Подача, прошу прощения. Нейкин. А Федоров здесь немножко не доиграл. Браво, Динейкин. Если еще и соперник-то не ошибается. Практически. Вот результат. Квестицин набирает очко. 24-е. Алексей Ковальчик на подаче. Принимает его подачу легко и просто. Ну и Волков снова в роли центрального забивает очередной мяч. Сколько он уже таких заказов сегодня? 2-3. В концовке Факева, конечно, порадовал очень сильно. Но пока мы видим, что казанцы продолжают свою линию гнуть. В том числе и на блоке. 71,29. Ни одной ошибки в приеме. У Казанцев, пока у Факева по подаче мало что получается. Вот и блок. Ну да ладно. Волков подбивает от собой. Михайлов. Ну здесь должен, конечно, Макс избираться. А блок еще долетал. А Макс уже по мячу бил. Ну это Михаил Лапец. Зачетный прыжок, конечно, у Миши. Действительно. Волков, а неужели... Ну нет, Дананин здесь, наверное, готов к этой скидке. Еще раз слабимся. Лисковато к сетке. Но все равно мяч остается у Казани. Ну и вот так вот казанцы просто куражатся уже. Пусть куражная форма сегодня только на Алексея Чанчикове и Илье Федорове. Ну и вот так вот. Факел тоже классно отвечает. Кульмич. Снова блоком, но... Грандик здесь. Ну, Граниссимо, действительно. Долго что-то не с Кульчиком обсуждали все время. Здесь такая волна, что аж два человека поднимались. Волков здесь сейчас в любой точке приходит. Приходит в любую точку и ждет передачи абсолютно такого, знаете, как в футболе. И есть такая позиция свободного художника. Вот это сейчас Дмитрий Волков на площадке. Пожалуйста, получите, распишитесь. Ну, какие-то заготовочки здесь используют игроки. Ходнов снова цепляет блоком. Еще один блок. Максим Михайлов на этот раз отличается. 15-8. А что здесь? Успытание. Получается. Ловица справляется. И Ходнов. Через ячек. И себя набирает 23-9. Казань громит по теме третьей партии. Вот руководитель казанского волейбола. Доволь. Безусловно. Есть доигровка. Нет, нет, какой доигровок. Ошибается. Никита Морозов и казанцы. 25-11. Громят своего соперника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова